В Казанском университете завершились Державинские чтения 2021. Я очень рад, что Державинские чтения из чисто юридического аспекта, они расширяют свой спектр. На площадке Казанского университета состоялось заседание круглого стола на тему «Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности». Новая модель заключается в том, что действительно старая модель себя изжила. В Казанском университете прошел круглый стол научного совета Российской академии образования, посвященный содержательным аспектам подготовки педагога к воспитательной деятельности. Проблема воспитания сегодня является одной из самых неопределенных, сложных, не только для образования, но и для подготовки педагога для этого образования. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Ректор Казанского университета прибыл с рабочим визитом в Москву. В рамках рабочей поездки Ильшат Гафуров принял участие в общем собрании членов Российской академии образования. Программа мероприятия рассчитана на два дня с 27 по 28 мая. Основной темой повестки заседания является рассмотрение и избрание рекомендованных кандидатур в члены РАО. В Казанском университете 26 мая завершилась 16-я международная научно-практическая конференция «Державинские чтения-2021». Все подробности далее. В закрытии конференции принимали участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. К имени Державина в Республике Татарстан относятся очень трепетно. И с его именем связана траектория успешного человека, траектория успешности, но прежде всего человека, который создавал сам себя. 25 и 26 мая в рамках прошедшего мероприятия ведущие российские ученые и преподаватели, их зарубежные коллеги, опытные практикующие юристы, аспиранты, студенты обсуждали широкий круг актуальных проблем совершенствования правовых институтов развития отечественного законодательства и правоприменительной практики. Итогом нашей конференции стали разработки предложений по совершенствованию законодательства, выработка рекомендаций по решению проблем правоприменительной практики, модернизации правовых институтов. Напомним, что научно-практическая конференция «Державенские чтения» организована Всероссийским государственным университетом юстиции совместно с Казанским федеральным университетом. Я очень рад, что «Державенские чтения» из чисто юридического аспекта, они расширяют свой спектр и начинают все больше и больше отвечать на те ежедневные вызовы, которые, к сожалению, точно так же быстро возникают, как проходит время, в течение которого мы с вами проверили вот эти чтения. «Державенские чтения» стали серьезной площадкой для выработки решений по целому направлению актуальнейших практических задач. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В рамках 24-го фестиваля вузов физической культуры, проходящего в Казани с 23 по 27 мая, на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития студенческого спорта на территории Республики Татарстан. В торжественной церемонии подписания принимали участие ректор Казанского федерального университета, председатель Совета ректоров вузов РТ Ильшат Гафуров и президент общероссийской общественной организации Российский студенческий спортивный союз Сергей Сайранов. В рамках 16-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения» на площадке Казанского университета состоялось заседание круглого стола на тему «Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности». Все подробности в сюжете. На заседании круглого стола принимали участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и другие руководители и представители образовательных организаций. Новая модель заключается в том, что действительно старая модель себя изжила. Для любого вуза, неважно, это маленький негосударственный вуз или федеральный университет. Это большой стресс, значит, для не только руководителя был высшего учебного заведения, а для всех преподавателей в том числе. Руководитель Рособронадзора Анзор Музаев подчеркнул, что новая аккредиционная модель будет распространяться абсолютно на все уровни образования. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что старая модель себя изжила и требует преобразований. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский более подробно озвучил ряд предложений от Казанского университета. Важно, чтобы все показатели, которые, как мы считаем, определяют качество образовательной организации, качество образования в вузе, должны быть положительно скоррелированы между собой. Если положительной корреляции между ними нет, то либо какие-то из этих показателей с качеством напрямую не связаны, или мы вообще не можем говорить о качестве, как о единой характеристике. Данная поправка вступит в силу с 1 марта 2022 года. Уже имеющиеся к тому моменту у организации аккредитации автоматически станут бессрочными. Елизавета Никистина, Универньюз. Подведены итоги 9-го всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий национального рейтинга аттестационного агентства «Росрейтинг» «Лучший молодой преподаватель 2021». Лауреатами конкурса стали 56 участников. Среди них старший преподаватель Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета Рустам Бурнашев. В рамках Международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялся круглый стол научного совета Российской Академии Образования, посвященный содержательным аспектам подготовки педагога к воспитательной деятельности. Подробности далее. Проблема воспитания на сегодняшний день является одной из самых неопределенных и сложных не только для образования, но и для подготовки педагога для этого образования. Для нас сегодняшнее мероприятие это точка, так сказать, отсчета для наших уже практических действий в плане специфики подготовки педагога-воспитателя в ВУЗе. Если мы хотим, чтобы учащиеся были счастливы и благополучны, то таким должен быть и педагог, говорит Татьяна Ром. И для этого нужно поднять ряд вопросов. Как должна поменяться образовательная программа, например, в условиях дистантного обучения? Можно ли подготовить педагога к воспитанию только на занятиях, на аудиторных, или что должно происходить во внеаудиторной практике? По словам Татьяны Ром, конференция – это не поиск ответов, это поиск вопросов. Джамини Баева, Андрей Багаудинов, Универньюз. Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ встретились с актерами театра драмы и комедии имени Тинчурина. Встреча прошла в рамках проекта «Театр Тинчурина Плюс». Такие мероприятия проводятся ежегодно и стали традицией. Актеры и студенты собираются после каждой премьеры, чтобы обсудить спектакль. Встреча с театральными артистами и со студентами о спектакле «Как мотылёк летит на пламя». Очень бурные обсуждения, как у нас была организована встреча, то есть специально сыграли спектакль для студентов и ФМК, они посмотрели, и сейчас идёт обсуждение, вопросы какие возникли. Ведь у нас студенты не только как учителя, а также есть журналисты, есть и другие. Форум ИФТ 2021 продолжается. В рамках данного мероприятия прошло пленарное заседание в гибридном формате онлайн и оффлайн, где докладчики выступили с видеопрезентациями. Одно из направлений касалось опорных точек, которые являются центральными для организации воспитания в современной школе, а также другие актуальные вопросы. Также после заседания прошла специальная сессия к 30-летию российского общества Януша Корчака, на котором присутствовала одна из самых ярких представителей данного общества и создатель самого устойчивого и многолетнего проекта интеграционного лагеря «Наш дом» Ирина Демакина. В 2019 году ей вручили международный орден «Улыбка». Российское общество Янушу Корчака, как это ни немыслимо, оно родилось в Израиле во время семинара Корчиковского. Мы были в такой кибуц, и познакомились с огромным количеством обществ Корчака, и кроме того, с учениками, выпускниками. Некоторые ведь остались живы. В тот момент еще 74 человека были живы. Вообще-то они погибли в 42-м году в Треблинке Игорчик, его коллеги, дети. Около 200 человек это было. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова